Калакала Он переживал там свое горе, к нему подошел Йогин. «Что ты делаешь на кладбище?» – спросил он. Калакала честно рассказал свою историю. «Если ты в таком отчаянии, почему бы не попробовать избавиться от бедствий жизни в миру?» – спросил Йогин. «Но кого мне просить помочь мне?» Йогин дал понять, что он мог бы стать учителем Калакалы. «Пустамеля сделал подношения и поклоны, и Йогин дал ему посвящение Гухья Самаджи и такие наставления. Медитируй на то, что звук твоего голоса и звуки голосов других неотличимы, и это просто звук. Затем твой голос в медитации обретет звучание грома в небе, и цветы будут падать, как дождь. Воодушевленный, Калакала занялся медитацией и растворил гневные голоса других людей в звуке своего собственного голоса. Его собственный голос растворился в потоке цветов. Представление потока цветов растворилось в пустоте неба. И возникло махамудра восприятия всего появляющегося. Освободившись от мира явлений, он достиг ситхи и стал известен как учитель Калакала. Он описал свой опыт и делал многое на благо практикующих. Окруженный тремястами последователей, он ушел в ясный свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok